Чарльз Оливейро Пожалуйста, про лайк и комментарий из четырех слов, а также про подписку с колокольчиком, чтобы не пропускать ничего интересного. Окей, мы начинаем, погнали! Нужно понимать, что превращение Чарльза Оливейро в настоящую угрозу и мясника, подобно Фергусину, происходило не одноэтапно, а определенными циклами. 20-летнему бразильцу пророчили скорое чемпионство, но затем Оливейро начал чередовать победы с поражениями. Если честно, значимость у него поубавилась, но Чарльз все равно оставался топом и проходил много серьезных ребят в поллегком весе. Правда, было понятно, что имеет такую большую антропометрию, он просто физически не может продолжать выступление в 145 фунтах. Тогда и начался расцвет будущего чемпиона UFC. Расцвет в плане навыков, но психологически ему предстояло пройти через определенные преграды. Мы рассмотрим именно весь крестовый поход Оливейры по головам легковесов, которых ему давали на момент выступлений. И так вышло, что 8 апреля 2017 ему предстояло подраться против бывшего чемпиона Беллатора Уилла Брукса, который находился на большом хайпе. Через 4 года у него будет похожая история, но сейчас не об этом. Чарльза буквально заставили вернуться в 70 килограмм. Сам он хотел оставаться в полулегком. И для всех казалось, что Оливза кинули под танк в лице Брукса. Учитывая проблемы с весом и поражением, бразильца могли вовсе уволить. Но Чарли показал разницу между выступлениями сильнейшей лиги мира и Беликом. После небольшого перестрела в стойке, Андердок 3 к одному проводит тейкдаун за цепом и начинает удержание оппонента. Брукс стучит. И будучи достаточно крупным фаворитом, терпит сокрушительное поражение с сабмишином в первом же раунде. Оливьера показал бриллиантовый перформанс и дал понять, что в легком весе он намного сильнее, чем был на вес его ниже. Но лишь следующий поединок полностью перезагрузит Дубронкса, что ему потом и позволит забрать чемпионство в легком весе. 2 декабря 2017 Чарльз встречается против пикового Пола Фалдора, который неплохо набрал обороты, так как последние два поединка выиграл нокаутами. И у меня единственный вопрос к этой встрече. Каким образом Оливьера умудрился проиграть? Он доминировал в грапплинге первые минуты, легко перевел и три минуты подряд атаковал Даршчоуком и даже вышел за спину. Но затем, видимо, его руки из-за постоянных попыток сабмишинов просто забились и продолжать нормальный поединок он не мог. Концовку раунда забрал Фалдор, неплохо пробив пару раз по Чарльзу, а второй отрезок был вовсе избиением. Полностью уставший Оливьера был не в силах что-то противопоставить ирландскому дракону. И после долгого Д-класса под конец пятиминутки бразилец постучал от очередного локтя, но все-таки был забит граунд-энд-паундом ирландца. И только после этого рефери остановил бой. Как вы помните, лично я считаю Чарли очевидным фаворитом в бою с Парье. Но Дайсин может повторить успех Пола, попробовав пережить первые атаки сабами от бразильца и уже финишировать его уставшим. Но все-таки, учитывая, что у Оливьеры в последних четырех боях был счет 1-3, ситуация у Дубронкса была не из лучших. Его мечта ускользала и ему нужно было что-то менять. В тот момент Чарльз полностью обдумал свою карьеру и понял, что обладает абсолютно всеми навыками, чтобы по-настоящему доминировать над бойцами легкого веса. И легендарная победная серия началась именно с этого самого момента. Поражение стало точкой невозврата, которая позволила Оливьере убрать свои старые пробелы в прошлое и превратиться в настоящего мясника. Раньше складывалось впечатление, что Чарли просто не хочет находиться в октагоне, как будто он просто торопится закончить бой, как было в поединке с Фелдером. Но 9 июня 2018 мы получили абсолютно другую версию Оливьеры. Бразильский Эль Кукуй выходил на поединок против жесткого ветерана Клея Гуиды. Многие знают его по легендарной зарубе с Диего Санчезом. И хоть Гуида никогда не считался кем-то большим, чем Джорни Меном, в его послужном списке есть много серьезных имен. Би Джей Пен, Рафальду Саньес, Майкл Джонсон и даже Энтони Петтис, тот самый, которого печатали на коробках для завтраков. Но в поединке с Оливьером он встретился против настоящего мастодонта в плане совокупности навыков. Чарльз, в отличие от поединка с Фелдером, сразу же пошел вперед и начал работать разносторонне. Пробивал кики и хорошо отжибовал Гуиду. Клей постоянно двигался, стараясь как-то пробивать Чарли, но бразилец был максимально быстр, и донести хоть сколько-то значимый удар было непосильной задачей для ветерана. Спустя две минуты у Гуиды уже было жесткое рассечение, но это было лишь начало, так как позже Чарли пробивает мощнейшее колено и буквально вынуждает Клея прыгнуть в свою паучью сеть. При попытке пройти в ноги Гуида не нашел ничего, кроме погибели. Закрыв гильотину, Оливьера одерживает очередную победу с Адмишином и открывает свою будущую победную серию в легком весе. Уверенностью у Чарльза было не занимать в этом поединке, и бразилец уж точно собирался оставаться активным после столь легкой победы. 2 сентября 2018-го Оливьера возвращается и встречается против американца Кристоса Геогоса, не топого бойца, но очень крепкого, который уж точно не будет легкой прогулкой для любого. Правда, стоит отметить, что бои всем топовым оппонентам он все-таки сливал. Как пример, в последнем поединке он проиграл Арману Царукяна Нокаутом. Это был дебют Спартанца, и видимо UFC видели в нем реальную угрозу, раз поставили в первом же бою против Чарли. Оливьера первые минуты раунда работал исключительно в ударной стихии. Оказывал давление, пробивал с разворота и старался наносить кики. Кристос неплохо пробивал с рук и вообще по идее перебивал Оливза, работая вторым номером. Под конец отрезка бразилец проводит взрывной тейкдаун и сразу заходит в маунт, но развить успех у него не вышло. Вторая пятиминутка началась с двух отличных бэкфистов, и Чарли продолжил давить. Видимо прессинг сильно сказывался, и американец отвечал все реже в силу усталости, а Оливьера продолжал гнуть свою линию. И в итоге очередным проходом в две перевел от поединок в горизонтальное положение. Моментально забрав в спину оппонента, он дал понять зрителям, что это конец. Геогосу ничего не оставалось сделать, кроме как постучать в знак сдачи. Оливьера одерживает очередную досрочную победу и становится рекордсменом по количеству побед с Абмишином в истории UFC. В 2010 году 21-летний Чарльз был непобежденным бойцом с рекордом 14-0, и многие считали его серьезной угрозой из-за столь раннего возраста. Мол, даже если что-то не заладится, у него есть еще куча времени, чтобы набраться опыта. И в декабре ему предстояло встретиться против пикового Джима Миллера, который на момент боя уже шел на серии из пяти побед подряд. И обещал остановить хайп трена Оливьеры и даже принудить его к сдаче. У него это вышло. Миллер смог выйти на лаглок в первом же раунде и в силу неопытности Оливьера сразу же постучал. Это поражение стало первым в карьере молодого бразильца. Но спустя 8 лет, снова же в декабре уже 2018 года, Чарльзу, который сам находился на пике, дали возможность реваншировать тот обидный проигрыш, и бразилец воспользовался шансом сполна. Поединок начался не спеша, бойцы принялись размениваться киками, но после лоуа Джима Оливьера моментально схватила его, и недолго сопротивляясь, Миллер был приземлен жестким броском на канвас. Меньше минуты после этого эпизода понадобилось Чарльзу, чтобы закрыть очередную удушающую сзади. Ветеран старался сопротивляться, но Анаконда никогда не отпускает свою добычу. Американец, тучи это Оливьера, мстит за свое первое поражение в карьере, параллельно этому продлевая победную серию до трех к ряду. Причем все три победы досрочные и сабмишином. Чарльз разогнался, блин, не на шутку. Оливьера решил брать и не секунды передышки, так вернулся в дело спустя два месяца после победы над Миллером. Что и правильно, так урона в том поединке он не получил никакого. 2 февраля 2019 Оливьере предстояло остановить очередной пояс хайпа в лице победителя Таффа Дэвида Теймура. Многие могут сказать, что вот, да кто он такой? Но я отчетливо помню, насколько Теймур был на слуху в те времена. Выиграл телешоу, находясь в команде Макгрегора. Победил очень хайпового Лэнду Ванату. И шел на серии из пяти побед подряд в UFC. Швед являлся серьезным оппонентом и одним из лучших ударников, которых можно было поставить против бразильца. Но хайп не может драться вместо самого бойца. В этом поединке мы увидели, насколько Оливьера вырос в стойке. Несмотря на нокдаун в первом раунде, Чарльз был в порядке. И все оставшееся время выглядел крайне хорошо. Открыл сечку с замечательного фрункика. И из раза в раз пробивал жесткие колени. И продолжал давить на оппонента, работая киками. Безумие, что Оливьера работал в стойке против такого мастера ударки. И при этом еще перебивал его. Второй раунд ознаменовал окончание карьеры Теймура. Так после этого мы ни разу не видели его вновь в октагоне. Чарльз на сближение попадает максимально красивым локтем, будто бы с игры UFC. И начинает производить добивание из апперкотов с куками. Чарльз был очень близок к победе нокаутом. Рефери даже хотел вмешаться. Но Теймур полез в клинч, чем и прописал себе смертный приговор. Оливьера закрывает очередную анаконду. И Швед стучит в знак отказа от сопротивления. Вау, он перебил его в стойке, а затем задушил, как первоклассника. Чарли сильно поднял свой уровень. В истории UFC было не так много трилогий. Но в одной из них участвовал Оливьера. И его партнером по танцам был американец Ник Лэнс. Первый поединок Чарльз выиграл сабмишином. Но из-за запрещенного колена бой признали несостоявшимся. И второй поединок Оливьера тоже выиграл. Теперь гильотиной. И уже все было в рамках правил. Но почему-то, несмотря на фактически 2-0 в пользу Чарльза, матчмейкеры решили провести третий поединок 18 мая 2019. Бразилец в классическом стиле принялся оказывать давление на оппонента. Без попыток тейкдаунов он просто атаковал Лэнса в стойке. Всячески разбивая его по разным этажам. Ник был в постоянном поиске тейкдауна. Но это то же самое, что засовывать голову в пасть льва. Пейзник был изначально не конкурентным. Оливьер рассек Ника. И иссякающий кровью американец пошел за тейкдауном. Где снова чуть не проиграл гильотиной. Но все-таки Лэнс выжил. И развязка произошла в стойке. Подхватив очередной кик оппонента, Чарли резко выстреливает правым прямым. И посылает американца в нокдаун. Проведя добивание Оливьера, заставил рефери вмешаться в данный эпизод. Бразилец легко побеждает Ника в третий раз. И заканчивает бой на этот раз нокаутом в свою пользу. Теперь Оливьера нокаутирует людей и легковесом. Уж точно нужно было быть готовыми к шторму, который надвигается. 16 ноября 2019 года стало ясно, Что топом легкого веса уже просто нельзя игнорировать Оливьеру. Маэстро финиши вышел за очередной победой против Джареда Гордона. Американец говорил, что готов к работе на земле. Так размазывал и более серьезных грэпплеров, чем Чарльз. Но ему не пришлось показывать свои навыки в партере. Так, после встречного удара справа. А затем апперкотов до гонку. Гордон был не в состоянии продолжать поединок. Очередной финиш и снова нокаутом. Оливьера бешеный пес, который создан удосрачивать этих ребят. Две недели назад будущий оппонент Чарльза, Кевин Ли, Оформил один из самых жутких нокаутов за 2019. Наглухо вурубив непобежденного Грегора Гелеспи. Детройдец после уверенной победы запросил поединок против Ислама Махачева. Но UFC решили дать ему соперники Оливьеру. И Ли согласился провести поединок на территории врага в Бразилии. Мне кажется, что данная встреча настоящий пик уверенности Чарльза. И даже посмотрите на него во время битв взглядов. Оливьера смотрел на Ли и будто бы глазами говорил, я тебя сейчас съем. Чарли начал максимально уверенно, разбивая оппонента киками и зажимая Кевина к сетке. Но именно Оливьера пошел за тейкдауном и перевел встречу в партер. Правда оказался в позиции снизу. Бразилец начал накидывать кучу опаснейших сабмишенов. Подобно змее Чарли извивался и атаковал Кевина внизу. Но все-таки под конец Ли пару раз неплохо попал. Второй раунд вышел вовсе максимально печальным для Кевина. Он был потрясен в стойке и Оливьера мог даже дожать и окончить бой нокаутом в свою пользу. Но Ли перевел встречу вниз. У Кевина всегда были проблемы с кардио. И учитывая столь активную работу, его бензобак к концу второго раунда был опустошен. Ближайшие заправки были закрыты. И Кевину пришлось выезжать на третью пятиминутку с нулевой отметкой бензина. После очередного кика Тони, ой точнее Чарли, Ли ловит его ногу и хочет провести тейкдаун. Но попадается на коронку Оливза, а точнее на гильотину. Бразильцу даже не пришлось закрывать гард. Он блин задушил Кевина с халфгарда и Детройде сдался. Вау! С гребаного халфгарда! Где-то в этот момент паре. А что так можно было? Седьмая победа подряд и Оливейра залетает в топ-10 легкого веса. В уверенной форме, разобрав Кевина Ли. Я узнал про Чарльза после его поединка с Энтони Петтисом. Но широкую огласку других фанатов его имя получила. После встречи с народным чемпионом Тони Фергюсоном. Эль Кукуй обиднейшим образом проиграв Джастину Гейдж в мае. Был в поиске искупления. И изначально ожидая поединок против Дейсина Парье. Решил принять бой против Оливейра на коротком уведомлении, чтобы спасти турнир UFC 256. Который лишился двух хедлайнеров. Многие фанаты были в предвкушении данной встречи. Тони выходил крупным фаворитом. И я, как его фанат, ждал возвращения мясника. Но 12 декабря 2020 произошла смена поколений. Оливейра доминировал на Тони Фергюсоном от начала до конца поединка. Он проводил тейкдауны столь легко и непринужденно, что во время просмотра боя казалось, что это не Кукуй вовсе. Это была тотальная доминация. И, конечно же, воля Ферги к победе не сгибаема. Чарльз закрыл жесткий армбар. И любой бы боец в этом моменте постучал. Но Тони терпел до последнего. Оливейра забрал бой 30-26. Один раунд он выиграл 10-8. Никто, повторюсь, никто до этого дня не доминировал так на Тони, как это сделал Чарли. Даже Гейджи отправился подбирать свой зуб после апперкота. Оливейра, кроме небольшой сечки, не получил никакого урона. Грустное поражение Фергюсона, но стало ясно, что у него появился отличный преемник. Безусловно, самым значимым достижением в карьере Чарльза Ливейры является завоевание пояса чемпиона UFC в легком весе. Чарли, находясь с 20 лет в сильнейшей лиге мира, лишь спустя десятилетия смог достигнуть главный регалий в этом спорте. В октябре 2020-го, после доминирующей победы над Джастином Гейджи, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. И после поражения Конора Макгрегора на UFC 257, стало понятно, что Орлу тупо не из-за кого возвращаться, и пояс официально стал вакантным. В топ-5 на тот момент находилось три бойца, которые ранее проигрывали Хабибу. Это Конор Гейджи Парье, Тони скакал между пятым и шестым местом, но после двух поражений подряд, вряд ли было бы логично видеть его в титульной картине. Майкл Чендлер, который неожиданно нокаутировал Дэна Хукера, резко взлетел на четвертую строчку рейтинга. И Оливейра, который находился на третьей, и имевший серию из восьми побед подряд, стали парой, которая разыграет вакантный пояс в легком весе. Чендлер, хоть и известен за свой высокий ум и правильные мысли перед боем с Чарли, он позволял себе нелестно высказываться в сторону бразильца. У нас есть отдельное видео, посвященное их противостоянию, которое вы можете посмотреть по ссылке в подсказках. Но, коротко говоря, Чендлер обесценивал любые достижения Оливейры. Называл его бойцом, который ломается при давлении, когда возникают какие-то трудности. Но 16 мая Чарльз собирался доказать, что все сказанное американцам лишь гребаный воздух. Кстати, перед этим боем был очень милый момент, когда Оливейра подбадривал Тони перед битвой взглядов и говорил, что это его время и пора выиграть. Это было максимально классно. Тогда мое желание увидеть Чарльза с поясом возросло в разы. Майкл начал резко и пробил пару хороших ударов. Но бразилец моментально перевел бой в партер, и Чендлер даже попытался выйти на гильотину, но безуспешно. Чарли был в поиске удушающего, но гребаный Майкл проводит страннейший слэм и через время встает из не лучшего положения. Железный продолжил давить и пробив жесткий удар, заставил Оливейру подсесть и стало ясно, что у бразильца начались проблемы. Майкл продолжил атаку сверху, жесткий граундный паунт от Чендлера, но Чарльз доживает до конца раунда, и уже слова Майкла про то, что бразилец пасует перед трудностями, не имеет места быть. На второй отрезок вышел буквально другой Оливейра, так как он в размене на руках попадает очень жестким левым хуком и уже сам оформляет нокдаун. Чендлер, который с пеной у рта говорил перед боем, что Чарли ломается в трудных ситуациях, сам не знал, что делать и начал буквально убегать от бразильского мясника. Но что-то предпринимать было поздно. Оливейра забил Майкла и рефери вмешался в бой. Чарльз, дубронг с Оливейра, спустя 11 лет выступлений в UFC, наконец-то становится неоспоримым чемпионом в легком весе и заставляет Майкла ответить за каждое слово, которое вылетело из его рта. Теперь Оливзу предстоит защитить свой пояс против серьезного контендера в лице Дессина Парье. И мы узнаем, чья же история заслуживает продолжаться на самой вершине. Чарли, которому диагностировали инвалидность в раннем возрасте. Или Дусти, который постоянно проигрывая не опускал руки и поднялся на вершину. Друзья, хотели бы вы отдельные биографии этих бойцов? История конфликта Парье и Мака уже в разработке и выйдет ближе к поединку. Но если вам интересны также вышеупомянутые видосы, просто набираем 15к лайков на этом видео и все будет, дорогие друзья. Ваша поддержка всегда самое главное. Ребята, вы любите комиксы? Лично я, да. Чуваки, которые выпускали Годиллу против Хабиба, сделали новый комикс про борьбу Джона Джонса с внутренними демонами, которые обрели свое физическое воплощение. Поддержите ребят при желании, пройдя по ссылке в описании и сделайте свой вклад в ММА комиксы. Каждый, кто поддержит компанию, получит комикс уже к Новому году. Ребята, не выключайте видео, у меня есть небольшое приложение к вам. Давайте вы перейдете в мой инстаграм и подпишитесь на него, а я взамен гарантирую вам неплохое времяпровождение с помощью интересных сториз, публикаций, анонсов и, конечно же, прямых эфиров. Но взамен вы должны проявить адекватность. Хейтеры отправляются моментально в ЧАЭС. Жду вашу подписку, друзья. Ну что же, ребята, вот и подошел ролик к концу. Если он вам понравился, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий и обязательно поделитесь всеми с друзьями. Многие недооценивают, насколько важен репост, поэтому судьба канала в ваших руках, друзья. До скорых встреч, увидимся в следующих видео.